Давайте поговорим о том, что такое склейка, потому что на втором занятии мы начнем с ССП. Поэтому давайте тогда говорить лучше не про личность, сейчас мы это пропустим, это не столь важно, я посвятил много времени базовым вещам. Давайте говорить про ССП. Пишем. Значит, базовые знания для управления собой. Базовые знания для управления собой. Значит, чтобы научиться управлять собой, надо сначала понимать, как мы не управляем собой. Вот смотрите. Как выглядит обычный рефлекс человека? Что такое личность? К этому сейчас мы подойдем все равно, без этого не получится. Есть определенные стимулы. Стимулы – это события. Пишем. Стимулы – это события. Воспоминания. Мысли. Фантазии. Слова. И так далее. Все это стимулы. Все, что вы слышите, вспоминаете, видите – это стимулы. Это всем понятно, что такое стимулы? Ребята. Стимулы – это может быть мысль, воспоминание, образ. Это может быть вот вы сейчас увидели или вы о чем-то вспомнили. Это все стимулы. Вас сейчас подрезали на дороге, или вы вспомнили, как вас подрезали, или вы увидели мертвую кошку, или вы подумали, что ваша кошка умрет. Все – это стимул. Стимул. У обычного хома работает очень простая склейка. Стимул равно реакция. То есть, по большому счету, у него уже отработано многочисленным повторением стимул – реакция. Мертвая кошка равно реакция. Реакция – это отношение, оценка и поведение. Это один кластер. Вот это все – это один кластер. Ну, например, мы говорим о мертвой кошке. Увидели мертвую кошку, и у вас уже мертвая кошка в голове имеет ассоциацию. Как вы к этому относитесь, как вы это оцениваете, как вы себя ведете. То есть, у вас запрограммировано уже по принципу повторения и обучения из прошлого миллиарды стимулов равно отношение, оценка поведения. Когда эти миллиарды стимулов компилируются в вашей жизни, вы автоматически выдаете отношение, оценку поведения. Это нейрофизиология мозга. Вот что такое личность. Личность – это абсолютное, многообразное воспроизведение старых паттернов. Если я сейчас, я могу сейчас поставить вас в тупик. Вы можете вспомнить любые стимулы, и у вас будет четкое отношение к ним. Но если я вам задам следующую штуку, я вам скажу стимул примерно такой. Пожалуйста, скажи мне, какая у тебя будет реакция, если ты вспомнишь или подумаешь о синхрофазотроне. Вспомни сейчас о синхрофазотроне. Какое у тебя отношение к синхрофазотрону? Или какая температура в адронном коллайдере? Ты будешь в замешательстве. Что же тогда твоя личность? Что же тогда из тебя представляет твоя личность? Катерина правильно ответила. Не знаю. Потому что личность – это только то, что вы знаете. Но знаете вы – это тоже неправильно. Потому что вы не знаете. Потому что у вас есть просто склейка. События и оценка и поведение. Это не знание. Это ярлыки. Плюсик ставим, кто понял. Ваша личность – это многомиллиардная ярлычная комбинация. И стимулов, и ярлыка. И стимулов, и ярлыка. Под ярлыком я понимаю суждение и поведение. И по большому счёту я вас ставлю в тупик. Я вам говорю – андронный коллайдер или синхрофазотрон. И у вас нет ярлыка. Вы в замешательстве. Если я вам покажу андронный коллайдер. Расскажу какая там минусовая температура и почему. Если я вам покажу синхрофазотрон. Расскажу зачем физикам принцип ускорения разряженных частиц с магнитным полем. Ваша личность это услышит. Ваш головной мозг будет иметь и этот опыт. И когда в будущем у вас будет всё, что связано со стимулом синхрофазотрон-андронный коллайдер, у вас уже воспроизведётся какое-то знание. И какое-то поведение. Вот что такое личность. Это, понятно, базовая штука? Следовательно, что такое личностный рост? Что такое личностный рост? Если мы понимаем, что такое личность. Пишем. Личностный рост – это не тренинги. Личностный рост – это даже не книги. Личностный рост возможен только при определённых условиях. Это примеры значимых для вас людей. Повторение, уважение, похвала, зависть. Результат. Победа. Преодоление. Я повторю. Все эти тренинги и тренеры по личностному росту – это просто головы, которые собирают деньги на вашем спросе. Я не побоюсь этого слова. Я много их знаю. Это полный пиздец. Но people have it. Итак, единственное, что может развить головной мозг с точки зрения, если говорить про личность, как миллиардную ярлычную систему – это следующее. Вы должны иметь авторитетных для себя людей в вашей стае, у которых вы будете методом повторения через уважение и похвалу на основании зависти к ним подражать каким-то поведениям и каким-то ярлычным оценкам. Ну, проще говоря, если вы встретили Ивана Ивановича, и он для вас является кумиром-авторитетом, то ваш мозг будет повторять из-за уважения, из-за его похвалы, из-за зависти его статуса. И у вас начнется выстраиваться новая система стимулов, у которых отношение, оценка и поведение будет заимствовано у Ивана Ивановича. И таким образом кусочек фактически Ивана Ивановича окажется внутри вас. И это и есть личностные изменения. Поэтому, когда человека помещают в тюрьму, он становится уже через полгода-год кусочком огромного количества тюремных авторитетов. И его личность действительно меняется. Меняется его мозг. Меняется огромное количество ярлыков. И поведенческих, и эмоциональных паттернов. Эти эксперименты очень хорошо описаны. Есть очень знаменитый эксперимент. Посмотрите, пожалуйста, фильм. Он называется «Эксперимент». Я обожаю этот фильм. Я его смотрел лет семь назад, или, может быть, пять. Этот эксперимент был... Этот фильм, точнее, был снят на основании действительного эксперимента, который был приведен не помню кем, не помню когда, когда людей поместили в тюрьму и заставили играть роли надзирателей и роли заключенных. И как люди менялись, попадая в определенные... Стэнфордские... Да, наверное. Как люди менялись, попадая к определенным авторитетам, определенные паттерны поведения системы. Люди становились, имели другие стимулы и ярлыки, и они менялись полностью. И пишем второй вариант личностного роста. Это тогда, когда вы перешагиваете через собственные сложности. Когда вы достигаете результатов. И самое главное, когда вы побеждаете или просто преодолеваете себя. Вспомните, как в вас выбрасывались гормоны. Когда вы сдавали тяжелый экзамен. Помните, что у вас был полный пиздец сессии, а вы ее закрыли. Вы говорили, блядь, сука, молодец. Туда же ответ про самооценку. Невозможно поднять самооценку на тренингах женских. И на вас зарабатывают. Невозможно поднять самооценку просто потому, что вы прочитали книгу. Самооценка поднимается только... Роберт, сделай пометку, что вот этот блок про самооценку. Самооценка поднимается только тогда, когда вы преодолеваете усилия над собой. Когда вы достигаете. Вам было страшно, непонятно, одиноко. Но вы преодолели это. И вы себя за это хвалите. Вы выжили. Вы смогли. Вы получили результат. Вот эти фундаменты являются основой самооценки. Итак, я подытожу. Что же такое личность? Роберт, ты сможешь весь этот блок про личность вырезать? Тоже важно очень. Что же такое личность? Два момента развивают личность. Во-первых, личность – это наличие ярлыков. Где у вас есть типичное отношение и типичное поведение. Поняли все? Второе. Чтобы изменилась ваша так называемая личность, вы должны обрасти новым количеством стимулов, либо которые вы заимствуете авторитетных людей. Но если вы будете работать с авторитетным руководителем, вы через год заговорите, как он. Вы через год будете делать, как он. Вы будете ему подражать бессознательно. Ваш мозг сам это впитает. Подсказку хотите? Не надо это делать намеренно. Достаточно проявить уважение искренне к этому человеку, к его результату и начать ему завидовать. И ваш мозг сам скопирует. Вы на самом деле копируете тех, кому вы завидуете. Вы ему завидуете и пишете про него всякое говно в интернете. Но вы делаете бессознательно, как он. Вы начинаете говорить его словами. У меня тоже есть хейтеры, которые меня не любят. Во всяком случае, они публично говорят, что они меня не любят. Но в их поведении очень четко прослеживаются подражания, интонации, словосочетания, фразы. Потому что, когда вы завидуете, ваш мозг вас не спрашивает. Он автоматически туда собирает компиляцию. И получается парадокс. Человек, которому вы завидуете, вы его не любите. А вы делаете, как он. Говорите, как он. И взаимодействуете, как он. Хотя всем говорите, что вы его ненавидите. А вот если вы его ненавидите, ему не завидуете, то нет. Поэтому, если вы встретите человека, которого вы уважаете и которому вы завидуете, вы бессознательно начнете копировать. И второй вариант развития личности и мозга. Личность – это в кавычках. Это преодолеть сложности. Преодолеть решение вопросов, тяжелых вопросов, задач, сложных жизненных ситуаций. Только этими двумя способами разрабатываются новые стимулы и реакции. И когда это все, пишем, помножается на время, вы меняетесь. Помножается все это на время и на объем. Больше людей, уважения, зависти, больше копинг-поведения. Больше преодоления сложностей и трудностей, помноженные на время, вы поменялись. И последнее. Мир полон людей, которым вы их уважаете и завидуете. И у вас полно преодолений. Ну, у нормальных людей. Пишем. В Советском Союзе с этим было сложнее. Потому что еще не было социальных сетей. В наше время человек, который постоянно видит в социальных сетях и так далее людей, которым он уважает, которым он завидует, и он поставлен в ситуации преодоления сложностей, меняется в течение, как минимум, двух-трех лет очень круто. Именно поэтому вам рассказали, что любовь живет три года. Но вы же настолько примитивны, чтобы в это поверить. Не любовь живет три года. Головной мозг современный очень сильно радикально меняется за два-три года. Потому что наличие огромного количества людей и преодолений вас, мать его, поменяет. Поэтому, когда вы три года назад были таким, и прошло три года, и вы говорите, что-то как-то ты, Клава, поменялась. Клава говорит, да я особо не хотела, но оно как-то само поменялось. Конечно, оно само поменялось, потому что твой мозг не спрашивает. Чтобы Клава не поменялась, вы должны были жить в шалаше в лесу. Тогда у Клавы не было бы вот этого процесса. И Клава бы не поменялась. Но если ты с Клавой живешь в современном мире, то Клава поменяется вместе с тобой. И разница будет лишь только в том, кто из вас поменяется круче. Потому что если ты и Клава ходите на работу в современном мире, или точнее наоборот, ты сидишь дома и пердишь в диван, и тебя все устраивает. А Клава работает, старается, изучает, а у нее куча людей, которых она уважает, завидует, уважает, завидует, преодолевает сложности. Клава твоя поменяется через год, через два, она скажет, пошел нахер с дивана. Потому что Клава уже не та. И ты расскажешь, что Клава шлюха. Потому что она тебе больше не сосет писью вечером. А Клава действительно другая. И если вы хотите развиваться, то вам придется понять, что это происходит естественно. А если вы еще прилагаете к этому усилия, дополнительно внедряя в свою жизнь уважаемых людей, которым вы по-хорошему завидуете, и усиленно преодолеваете сложности, хвалите себя за результат, вы будете меняться со скоростью охренительной. Вы каждый год 31 декабря будете брать эту шампанское с этой, сука, туалетной бумагой, недожженной, и говорите, нихуя себе, еще год назад я не представляла, что это возможно. Всего лишь один календарный год способен поменять вас кардинально, если вы нагружаетесь людьми и преодолениями. Но тогда и чтите, что за это ваш партнер расплатится тем, что он может за вами просто не успеть. Он просто за вами не успеет. Если только он не развивается в унисон вам. Этот баланс очень сложно в современном мире отбалансировать, потому что скорости у вас могут быть не одинаковые. Об этом на женском интенсиве мы тоже будем говорить. Потому что девчонки по этому поводу тоже загоняются. Они загоняются, потому что они говорят, блин, Леша, я два года назад встретила парня. Я его искренне любила, он меня. Прошло два года, я не могу понять, что со мной. Мне плохо. Я плохая. Я начинаю разбираться. Или парень ко мне приходит и говорит, Леша, у меня чувство вины. Я женился. У меня прекрасная дочь. У меня прекрасный сын. Я не понимаю, что со мной. Я любил ее. Куда делась? Мы начинаем разбираться. Оказывается, что человек насыщал свою жизнь преодолениями, людьми. Преодолениями, людьми. А его супруга искренне занималась с детьми дома. Погруженная в доминантии уборки, воспитания, решения бытовых проблем. Прошло два-три года, он другой. И он не может понять, что с ним. Мозг меняется. Люди меняются. И их скорость прямо пропорциональна с объемом их выполняемых задач и примеров. Это та первая реальность, которую я хочу всунуть вам в голову, сняв розовые очки. На этом первый урок закончен. Спасибо, что пришли на сезон.